У меня есть традиция. Перед поездкой в любую новую страну я обязательно мою цепочку и крестик. И поможет нам кислородные пятна выводитель от Бренд Фри. Идеальная пропорция 1,5 столовые ложки на литр воды. Но так как у нас посудина небольшая, мы возьмем 1 столовую ложку. Этого достаточно. Наливаем кипяток 90 градусов и погружаем в нашу цепочку на 20 минут. Процесс пошел. Если внимательно присмотреться, то видно какие-то микрочастицы отходят от цепочки. Вот они плавают на поверхности. То есть цепочка была чистая, но такая немножко поблекшая. Вот они. Вот эти части и отходят от нее. Также у нас есть майка, которая испачкана маленьким ребенком обычной ягодой. Так как здесь побольше воды, добавляем побольше. Достаточно. Точно так же используем кипяток. Всегда используется кипяток. И пятно вниз. Пятно даже вот начинает проявляться с этой стороны. Точно так же оставляем на 20 минут. Если посмотреть, то область применения очень разнообразна. Для стирки, для посуды, для очистки поверхностей, для очистки сантехники и раковины, для обеззараживания. Результат налицо. Сразу видно. Как это все дело блестеть начало. Просто как будто все новенькое. Так у нас здесь пятно будет где-то. Результат налицо. Вот что значит пятновый водитель. Кислородный пятновый водитель бренд фри реально мощное средство. Недорогой, безопасный состав, антиаллергенный. И самый лучший помощник в доме. Теперь товары бренда бренд фри можно приобрести не только на Валдерис и Озон. Но и в Перекрестке, Детском мире и Яндекс.Лавке. Переходите по ссылочке в описании к ролику. Заказывайте и пускай мир вокруг вас станет чище. Субтитры создавал DimaTorzok. Всем доброе бангладешское утро. Очень интересные автобусы в Бангладеше. Едут постоянно в притирку друг к другу. Никого не жалеют. А еще бангладешские автобусы отличаются тем, что вы садитесь неспокойно всегда. То есть ты как козел отпущения запрыгиваешь, как в последний путь, быстрее, быстрее. Все это происходит на ходу. Даже сейчас на междугородний автобус пришлось на лету залетать. Куда, кто, что едет, садись и все. Тут принцип главное как-нибудь захватить по пути. Тут же в это время тебе... Вот ты садишься, он едет. Кто-то сует зубные щетки, зубные пасты. Хочет сказать, да нафиг это не так. В это время чувак какой-то с ананасами лезет. Чем такой азиатский колорит. Главное, чтобы сейчас не появился где-нибудь трехметровый человек, который может прыгнуть и дернуть телефон. Это самое страшное здесь. Я всегда контролирую, стараюсь, по крайней мере. Знаете, почему автобусы в притирку? Я все-таки решил этот ребус. Из-за того, что они постоянно играют в догонялки друг с другом на трассе. Кто бы стоит, схватит клиентов. Им приходится, если один стоит, второй его огибает. И в это время цепляет просто по нему. Шкребет. Здесь это нормальная фишка. Так, чуть-чуть поругались, и все. Кусок металла пришили от корабля. Тонкий. Рисовая карта. Рыбная карта. Мусорную карту мы уже проехали. Там вонище стояло. Мусор везде. Даже на выезде из города. Вчера долго не мог уснуть, потому что стоит очень сильная влажность. Гостиницы, так как стоят друг к другу в притирку, там даже сквознячка нет. Только вентиляторы и кондиционер спасают. Без вентилятора все, ты просто не уснешь. И лежишь и весь обливаешься. Дедушка, который здесь является кондуктором, он настолько бдителен и суров. Ну, это страны реально смотрится так опасненько. Потому что он запоминает, кто где сел. Вот этот весь автомобиль сейчас едет. Мы прям видим, что подъезжаем. Он прям подлетает к пассажиру и начинает его выгонять. Чтобы тот, не дай бог, лишний 100 метров не проехал. Как будто сотрудники уголовного розыска. То есть, очень хорошая память у него. Все фиксирует, несмотря на его годы. Наверное, много ест глюкозы. И еще такая просьба. Если вы едете в бангладешских автобусах, прежде чем высунуть руку или голову, подумайте. Мы сейчас ехали по своей полосе. Я хотел вытащить, посмотреть голову. И в это время по встречке проехал автобус, прийти рку к нашему. То есть, там даже вот такого расстояния не было. В Азии это нормальное явление. Если по встречке еду, где-то сбоку торопятся. Вот так вот. Никак не могу его зафиксировать. Я только камеру вытаскиваю, он уходит. Кого-то обелечивает. Очень радостная новость для девушек, которые хотят переехать в Бангладеш. из других стран. Если вы сидите на ПП, и нужно следить за формой, здесь это не нужно. Здесь, чем больше женщина, тем это круче. То есть, это... По голове пантеона вы будете стоять. Я тоже был удивлен и шокирован, но это так. Подумайте. Пока еще есть время. Выходите, не задерживайтесь. Здесь нет такого, что ты должен простоять пять минут на остановке. Не испытывайте, говорит, мои нервы он. Выходите быстрее. Немножко Дениса вам из автобуса. Арбузы всем на зависть. Очень крупные. Ну, как очень крупные. До, наверное, восьми килограмм. И цвет у них такой светленький. Нету темных. Пацан принес какие-то огурцы. Дед вот чуть техно затащил наш. Он просто хотел затащить первых попавшихся клиентов. Даже если им не туда ехать. Я же говорю, это люди акулы. Наш дед ищет жертву. Пошел из других автобусов выдергивать. Посмотрите, ему даже не надо наш автобус. Он говорит, пошли, гал. Пошли. И он просто тащит, смотрите. Даже если ему не нужно. Дед поймал какого-то полицейского. Затащил в автобус. Вот этого не смог красным. Не поднял. Вроде бы птица-кошколда, когда ныряет, без рыбы не возвращается. Так же и дед. Если он вышел, он уже какую-то девушку затащил молодую. Пацана. Наши руки быстро ловят. Не успел запечатлеть. Вот сейчас здесь два окна, получается, открытые возле меня. И птица пролетела насквозь, стукнувшись в пассажира. Черная, похожая на, я не знаю, скворец, дятел. То есть, даже птицы здесь какие-то безбашенные. Здесь продается какой-то вкусный напиток. Спасибо. Мне купили вот такой вот напиток. На вид это что-то вкусное. Но, блин, я представляю, как это все делается. Это что такое киселеобразное. В общем, вот это вкуснее. Однозначно. Чувствуется, что мы приближаемся к границе Индии. Если дальше ехать, хочешь украсть мой телефон, да? Да сейчас, сейчас прям. Это шутка. Это за завалы. Так я не договорил. В общем, впереди Индия. Штат Калькутта. И уже много девушек здесь попадается в индийской одежде. И с такими, с этими браслеты. Вот этот напиток. Он меня очень сильно здесь выручает. Чуть-чуть сладенький. В то же время есть мякоть. Такую. Небольшой перекус. Приятный. Пличек. Очень вкусный. Это как глоток кислорода в комнате, где все дышали. Такой нежный вкус. Приятный. Хорошая консистенция. Идеальный аромат тут на меня. Приехали на станцию. В какое-то пыльное, пыльное место. Очень много пыли. И сейчас мы идем, по-моему, на переправу, на паром. Смотрите, что тут внизу происходит. Здесь просто по колено пыли. Но нам не привыкать к ней. Здесь очень-очень жарко. Жарче, чем там, в даке. И еще я заметил, что здесь на рикшах нет решеток. Автобус чуть не уехал в эту яму. Я застрял здесь. Вообще анекдоты. Он нас раздает. Что здесь происходит? Происходит, блядь. Что здесь происходит? Блядь. Уходим отсюда. Погадай. Вот это тут движуха. Опять они мне говорят, be careful, be careful. Лонга, лонга. Нет, я шучу. Я просто от фразы сказал. Ананасики маленькие. Пыли нет. Очень могут дают. Вес теряется с каждой секундой. Вот здесь видно карьеры находятся. Песок добывают. Песок такой своеобразный. Поэтому вот вот и пыли. Сейчас мы, наверное, чеем. Реку. Какие вкусные лепешки. Какие вкусные лепешки. На вид. Ты хочешь? Ты хочешь? Нет, нет. Ты хочешь? Ты хочешь? Нет, я, наверное, не хочешь. Хорошо, что здесь есть водичка. Можно умыться. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Совсем худой. Мы все-таки с пацанами решили перекусить. Потому что слишком долго ехать. Я не знаю даже, где и что. Парень. Парень и яйца. Пока мы ждем завтрак, я напросился в кухню зайти. Здравствуйте. Один секунд. А вот здесь жарят курочку. Ой, курочку, рыбку. Она, кажется, прям с кишками жарится. Или с икрой. С молоками. На таких вот очагах. Ну и тут же варится рис. Thanks. И вон там, вон, дедушка месит тесто. Не будем мешать дедушке. Пусть работает. Так что у нас сегодня на завтрак. Картошка в мундире, мелко нарезанная. Какие-то лепешки. Местные заказывают. Что-то. Я не знаю, что это. Но это дал, я вижу. Я себе тоже такую штуку заказал. Как-то вот так вот. Довольно-таки вкусно. Реально вкусно. После вкусного обеда нужно встретить пароходы. Пожарники куда-то тоже ездят. Мы решили отсюда выйти. Здесь невозможно стоять. Потому что очень жарко. Тут вот эта крыша накаляется. И это как курица-гриль здесь. Здесь? Так, нам вниз. На паром. Какой дедушка рыжий. Рыжий-рыжий, бородатый. Уджак, говорит. На троих 130 тако. Так, куда нам сесть-то? Будьте внимательны. Поднимаемся наверх. Капитан у корабля. Капитана не видно. А он там на месте. Капитан, улыбнитесь. Направляемся мы в самый большой бордель в Азии. Официально признанный государством. Нелегка туда дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Капитан Мы на месте, в том самом районе, ждем полицейского. Без него снимать здесь нельзя, чтобы не было вопросов. Нужно охладиться, здесь настолько жарко, блин. Я траванусь сегодня. Ладно, будем как местного. Типа сполоснул. Соль, сахар, перец. Там целый бутерброд вкусов, короче. За неимением это лучше. Полицейский нам должен дать типа разрешения. Все понимают прекрасно, просто деньги решат здесь все. Даже местные из других штатов побаиваются ходить. Такое не очень хорошее место. Находится, получается, на отшиве у черного куличка, поэтому остерегаться лучше таких мест путешественникам. Температура воздуха не знаю какая, но даже брови не защищают глаза от соли. То есть это все стекает и постоянно закрываешь глаза. Я думаю, под полтинничек точно есть. Мы здесь как белые вороны, нас там облепили все. Сразу все идут, но видно чужие. Бросается в глаза большое количество аптек. Спросил, для чего они. Он говорит, здесь много людей болеет. Чуть-чуть поснимаем. Разрешение мы взяли у полицейского. Он идет за нами, но судя по всему, тут мамка играет больше роль, чем сам полицейский. Свернулись в главную улицу. То же самое, как и в Индии. В принципе, я был в таком месте. При виде камеры все начинает разбегаться сразу же. Здесь точно так же много мужиков и всех. Главную улицу, мы, получается, через нее прошли. Вот эта девушка, ну я не знаю, ей лет на вид 35 лет зашла. Ну вот, честно скажу, такое ощущение, что не он полицейский, который идет сзади нас, а она. То есть ее вес здесь, похоже, больше. Ну, с нее, наверное, кормится больше людей. Поэтому она весомее будет. Вы пришли в главный офис борделя. Это мамка, которая весомая. Если вы внимательно посмотрите на ее зубы, то вы поймете, что она употребляет что-то из табака. Она, мать, это в борделе. Она здесь как святой человек, можно сказать, мама. Так, это, я так понимаю, сторожители какие-то. Опять мамка помогает. И тут мамка. Мамка рис раздает. Она раздает подарки бедным. Я бы я понял, понял. Так, здесь у нас что? Здесь мужики. Смотрите, сотрудники полиции. Официально с мамкой. То есть это поощряется на уровне правительства. Может, сделают такие выводы из этих фотографий. Весело, в общем. На этой фотографии запечатлена первая поминальная мальчика. 2019 год. Только я не понял, кого поминали. Раньше, короче, не объяснили. Раньше здесь нельзя было... Так она отрыгнула. Она отрыгнула так. Раньше здесь нельзя было молиться. Я бы наш спугался. Теперь можно молиться официально. Все. Никаких проблем здесь. Нет проблем. Продолжение в 2019 год. Они не позволят отходить из этих фотографий. Вот это. Здесь можно... Все, все. 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 Слава, все. Кита-кун-джа. Это мой. В общем, здесь живут мусульмане и хинду. Здесь есть также мечель своя, собственно. Как я понял, главная мамочка здесь не живет. Она приходит сюда как в офис на работу, дает какие-то указания, решает какие-то организационные моменты через своих замов. Один из них, который перед нами сидит и уходит сюда. Здесь также есть фотография, где мамка стоит на фестивале. То есть ежегодно правительство приставляет помощь в виде еды, минимального количества денег. Вот как раз на этих газетах она запечатлена. Из офиса мы выходим. В общем, для гостей, вы поняли, показывают такую культурную часть. Именно культурную. Сейчас нам покажут школу. В школе учатся здесь около 60 детей. Чтобы вы понимали, каждая вот такая комнатка, они здесь и живут, и занимаются этим делом. В общем, когда, если у нее есть семья, например, муж, ребенок, там, я не знаю, мама, папа, то на время работы они выходят. Девушки сразу начинают закрывать лицо. Поэтому нужен был полицейский. Мужиков здесь очень много. То есть, если вы, например, местное, вы сюда приходите, выбираете девочку. И без всяких проблем. Самое интересное, что они отворачиваются, а сотрудник полиции смеется вместе с ними. Объясню вам дальше, почему они отворачиваются. На это есть свои причины. Отворачиваются в основном молодые. То есть, может, кто-то хочет в будущем изменить свою жизнь. Если это женщина взрослая, то она не будет отворачиваться. Конечно, в голове многое не укладывается. Но мы просто с вами смотрим жизнь другого мира. Можно так сказать. Мужик с рыжей бородой отвернулся от меня. Ну, наверное, понял, что я снимаю. Что здесь not good. Насколько я увидел, насколько я вижу, здесь каждая вторая женщина курит сигареты. То есть, это нормальное явление. Мы сейчас, вот мне сказали, пойдем в школу. Здесь ждем, пока принесут нам ключи. Мамка взяла ключи. Какой-то пруд находится. Какой-то пруд находится. Попробуй, пожалуйста. Попробуй. 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 Не хочет. Попробуй. Студент. Студент. credits Хотел мальчику угостить водой. Он там в крышечку набирал. так школа получается где-то на отшибе здесь живет около двух тысяч женщин которые занимаются проституцией у кого-то есть мужья у кого-то нет уже мужей я так понимаю что это мусульманские какие-то погребения что мусульман обычно хоронят не укладывается конечно немножко в голове посетив много мусульманских стран я еще раз говорю здесь не нужно никого наверно судить у каждого своя жизнь здесь я думаю хоть лица не будут прятаться нас тоже будут прятаться лиц это ученики и учениц dennis from russia похоже на класс но это больше клуб местный на полу рис какая-то или сушили или в праздники посыпали так как сегодня выходной здесь школа закрыта поэтому мы можем только запечатлеть пустой класс а с виду такая милая женщина здесь мы видим семейное дерево мама папа брат бабушка дедушка сестра первый вопрос мамочки то сколько здесь девушек работает 1500 человек и 500 детей от этих девушек спросил как они все сюда попали на работу эти девушки все девушки сюда пришли ради собственного интереса сколько зарабатывают девушки в один день примерно молоденькие девушки зарабатывают от полторы до 2000 таков день 100 кто старше 26 лет они зарабатывают до 1000 таков день совсем старые женщины они не работают они здесь просто проживают и получают помощь от полиции и также от государства и вот от этой общины 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 проституток есть какой-то минимальный взнос скидывается чтобы содержать этих сторон в возрасте в котором находится наша мама средний заработок 500 600 таков день так как она уже старше 26 лет задал вопрос почему любят здесь полных женщин ответ вот мне пишут через переводчик может быть молодые парни любят большое тело такие сиськи и задницу в общем молодые любят пополнее взрослые любят помоложе и похудее со скольки лет начинают девочки работать ну как я ожидал сказали что с 18 лет но дрога как я ожидал сказали что с 18 лет но дрога понятно что здесь стоит сотрудник поэтому с 18 а так я точно знаю мне сказали другие люди здесь с появления первых месячных у девочки начинается работа и не важно сколько это 11 12 лет именно первые месячные первые рабочие дни сколько стоит одна девушка полторы-две тысячи девушка в день если ей 18 я задал вопрос полицейскому куда деваются мальчики которые здесь родились и он говорит что официально они должны покинуть это место и уйти отсюда но официально они находятся все здесь я вам сейчас объясню позицию полицейского к чему все так происходит потому что после невозможных организаций многих блогеров которые сюда приезжали освещали эту тему здесь в бордель начинаются большие проблемы со стороны государства то есть сглавка давит на местное управление давит на бордель поэтому сейчас невозможно взять девушку и провести с ней интервью ты постоянно будешь под контролем и задавать вопросы дискредитирующие данный бордель тебе не разрешат нам удалось пообщаться с одним человеком я расскажу что здесь происходит на самом деле задал сотрудник могу ли я взять сейчас себе красивую девушку если заплачу деньги мне можно получить девушку но иностранцам другим сюда нельзя сюда ходят только местные местные балгладешцы и проезжие индусы которые пользуются услугами этих девушек а просто иностранцу таком светлоко уже зайти нельзя мне кажется все это сейчас идет работа на камеру на самом деле и тем более сотрудник полиции мне сказали прибери камеру мы типа не договались на этом скорее всего это развод уже на день идет он уже есть сейчас прайс увеличивается такими фразами здесь выращивают цыплят так мы сейчас смотрим с вами рабочую комнату где живут где живут вот видите покидают парня квартиры и уезжают отсюда вот так вот выглядит рабочая комната она же рабочая она живая вот здесь вот можно попотеть это уже взрослый же здесь нам опять запретили снимать опять запрещают снимать мы втихаря это все пытаемся сделать сейчас вроде бы все официально запрещают снимать так ну получается вот идешь 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 здесь постоянно комнаты 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 очень много попадается старушек очень много мужиков и очень много детей стариков вообще всех почему-то когда идешь по главной улице запрещают ее снимать потому что ты приходится снимать сзади запрещено но я поснимаю чуть-чуть сейчас прошли очень оживленный переулок очень оживленный так мы пришли наше приключение окей окей наше приключение подошло концу в последние годы введено сильное ограничение на съемку правительства потому что поднимаются очень серьезные вопросы так как это мусульманская страна в общем есть проблемы сейчас мы пришли сюда в участок я должен отдать денежку мамочке и полицейскому без всяких проблем официально это запрашивается девушка в косынке подошла и в окошко смотрит и интересно что тут происходит это кальций это кальций который будет втирать мама мазер биг мазер и она будет втирать это все биг босс окей биг босс этими вот палками если вы не понимаете вам объяснят то есть для каждой спины есть своя плотность вот металлическая бита пластмассовая легенькая бамбуковая такая прям крупненького садись на каждую спину есть свое приспособление вот так мама втирает кальций чтобы лучше усваивался табачок уже все зубы усвоились а сейчас мы начали делать фото пришли мужики здесь тоже почему-то за руку тебя хватают до ящина он не за руку хватает от него я чувствую алкоголь здесь пахнет развратом ну все вот так выглядят многочисленные аптеки их очень и очень много каждые 100 метров по 2 по 3 аптеки попадаются как раз я с этим ножичком сейчас и фотографировался протин x оказывается кого же мы ждем я думаю а мой коллега побежал чистится короче мы пока здесь болтали ходили смотрели я чуть в роли холостого не вжился можно так сказать но вспомнился у мамы есть оказывается сын ему 17 лет он учится в колледже в каком-то но не здесь она его не у нее есть возможность денежная его отсюда отправить учиться в город большой мазер тэнки пазер тэнки все комбэк уходим из этого помещения мужчин нет запомните эту фразу они все покинули помещение здесь просто одни женщины и все холостые еще аптека мальчик окей окей good good place ну а теперь все по порядку повторяемся это самый большой бордель в азии работает он с 84 года официально здесь полторы тысячи девочек неофициально до 4000 девочек как сказала мама работают с 18 работают с 11 лет здесь девочки как только приходят первые месячные девочки начинают работать девочки которые у которой пришли месячные она уже стоит в списке ее продают большим дядям в большой город так как у нее будет первый раз за большие деньги после этого она возвращает сюда в обычное русло и будет работать мамы например мама которая здесь работала постарела она нетрудоспособны но у нее есть дочь никто там никому не помогает все это полная ерунда дочка будет помогать теперь матери как сюда попадают девушки кто-то здесь рождается кого-то сюда продают мужья кого-то сюда продают парни несостоявшиеся мужья кого-то воруют в других штатах у бедных семей и привозят сюда про дают да именно продают за деньги всяких проблем то есть если девушка попала сюда а у репутации и испорчены после этого места она уже не нужна будет не своей семье никто там за нее мстить не будет обычно воруют у бедных семей в которой ты не получишь никакой ответки вот и все мальчики никуда отсюда не уходят они остаются практически все здесь если это мама у которой есть бабки финансы которые у которой есть возможность вытащить своего сына она это попытается сделать она сама этого не работает телом она собирает дань со всех квартиры все здесь съемные каждая квартира вот эта комнатка стоит от трех давайте не за трех от двух до пяти тысяч так а все зависит от состояния комнаты по поводу мальчиков мальчики рождаются остаются здесь продолжают работать у как открывает какие-то лавки сутенёрства и т.д. и т.п. мужчин здесь много здесь как мусульмане так и индусы есть мечеть есть индийский там пол мне так показалось издалека обыденная жизнь протекает почему здесь девушки все убегают от камеры смотрите потому что каждый из них не знаю может быть в душе верить что приедет принц на белом коне и заберет и отсюда ее жизни изменится репутацию не будет испорчен не всплывет хотя бы фото или видео где-то поэтому все они прячутся взрослым женщинам конечно же терять нечего также здесь есть семьи где есть муж и при этом жена его занимается проституцией это таких процент небольшой но он есть самые дорогие девушки это вот самый пик 12 13 лет это самые дорогие считаются основной контингент который сюда приезжает все у кого есть деньги от мала до велика даже также приезжают в состоянии несовершеннолетние 17 16 лет без проблем здесь нет такого цензи ценз только на камеру почему здесь много аптек первое для всех общее здоровье второе так как эта деревня проституток много всевозможных противозачаточных и они продаются на каждом углу третья так как девушки чем полнее тем лучше много всяких препаратов гормональных которые увеличивают вес их тоже употребляют курят алкоголь и наркомания виде дешевых фармацевтических препаратов да не за я просто там не силен но это вот так вот мне перевели все это дело а райское место для холостяка приезжать еще хотел бы повторить когда вы смотрите другие передачи все это под красивую музыку такую трагичную все это всех жалеем немножко все иначе в жизни большинство из них большая часть вот сейчас дай им возможность отучиться поменять свою жизнь в корне выйти замуж найти работу никто этого не захочет это быстрые деньги как говорится запретный плод и сладок они с детства это видели больше ничего не нужно проблема более глубоко лежит не на поверхности как говорится рубрика банановый любовник продолжается сзади меня девушка вернее мальчик хиджера ходит и со всех собирает деньги это вообще конечно абсурд полнейший она в наглую просто он в наглую ходит собирает самое интересное что здесь большая часть мусульман вот вот это для меня пункт тоже непонятен как они ей и ему дают она просто танец собирать он за двоих говорит ты можешь тоже дать поддержать просто ходит забирает это вот бред конечно реальный бред я реально в шоке сейчас посмотрим наших коллег как она общипает просто у всех берет вот я вижу только двое отказали что-то она его благословит сейчас и но мне можно в тебе рады ладно небольшой по скриптам друзья на где ж наш waterman но ватермен ну а он ушел короче ватермен куда-то нам нужен был ватермен в общем в это помещение зашел дядька у него на голове он сам был килограмм 35 а у него на голове было бачок литров на 70 и я не успел зафиксировать хотел зайти посмотреть ребята продолжают ужинать я ничего не стал есть вот половинку такого фрукта съел больше меня не лезет мне этого достаточно сладкое яблоко как его называют шишка сладкая такая прикольная чуть чуть села сейчас каком-то ребенку отдам на местные как обычно на рисе сегодня я выпил около 6 литров воды точно попробовал место энергетика но это что-то тоже такое кисло-сладко-соленое но не зашло мне я говорю можешь меня не сильно сладкий он его брат идет вот другой дядька но у него меньше кадушкой у того прям огромная была водонос на английском они его назвали waterman this is rice man and energy man начинается пыльная буря все летит смотрите вот какой-то песок блестящий летит улетит прям очень хорошо какой-то ерунда в автобусе начинается Зашел сотрудник полиции, начал лорать на всем. Какой-то бред в автобусе происходит. Вот здесь вот только что ребенка, смотри, не задавили. Они вплотную друг к другу, там шли люди. То есть это какой-то хаос. Сотрудники полиции кого-то там дубины колотили только что. Вообще непонятно, что происходит. Он сейчас зашел, что-то сказал, и все поднялись, там начали руками махать, короче, показывать. Неужели сами приятен дурдом? Как-то все неорганизовано. Полицейский пришел сюда, оказывается, потому что водители решили задрать цену. И вот там вот пришел, наехал на водителя. Отмассажировал дубинкой, вот так скажем. Здесь быстро все решается. Непонятный бамбуковый массаж. Там какие-то разборки продолжаются, потому что помощник водителя тоже его за ногу вытащили. Этот автобус проехать не может. То есть кто-то кому... То есть вам цену поднять я хотел. То есть вам цену поднять я хотел. Его за общие представления. Его за общие представления. Его за общие представления. В целом захотел поднять. Сейчас быстро они это решают. Вопрос. Мне иногда кажется, что это все происходит только там, где я нахожусь. Вот этот хаос. Вот этому водителю только что кто-то полторашкой зарядил в лоб и он сумками с чьими-то спустился вниз. Сейчас опять там продолжается эта возня. Соседние автобусы трогаются, едут назад. Скандал это происходит. Ничего не понятно. Торговцы ходят, что-то еще успевают, умудряются продать. Такая своеобразная движуха. Для местных это норма. Для любого другого это конечно не понять. Все начинают выходить с автобуса. Как мне объяснили, водитель потребовал двойную цену. И он вышел вообще из автобуса. Все просто ушли. Никто с ним не хочет. Похоже на выходе все оплеухи ему сдают. Все фотографируют его номер. Зачем-то. Непонятно. То есть ему мстить будут они. Где те с кем я ехал. Там тоже кто-то вон подъехал. Только что. Пылит чуть-чуть. Опять туда же? Опять в этот автобус? Что такое писать? Что такое писать? Что-то кого-то лупит там. Или автобусы или люди. Я не пойму. Там дубина звучит против. Он просто дубина звучит по автобусу. Потому что поклевка отлетает. Это будет свет. Всем пока. Всем пока. Мы уезжаем. Сука. Слава богу. Стоянки. На таком автобусном вокзале. Нужно автобус еще раз пойти покрасить. Потому что вы приезжаете без шпаклевки и без краски. И ее вам отбивают всегда. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok